Добрый день дорогие друзья на канале Борисмедиа Галия Калилаева и сегодня у нас в эфире тема Бурятия. Независимость Бурятии возможно ли она? О Бурятии мы очень много слышим в последнее время. Что-то из них является правдой, что-то нет. И эта страна удивительна и сегодня у нас как раз представитель этой удивительной страны. Страны, которая действительно является для многих загадкой. Это Раджана Дугар де Понте, урожденная Дугарова. Здравствуйте Раджана. Здравствуйте любые. Для наших зрителей, для того чтобы мы поняли о чем идет речь, давайте поставим досье для того, чтобы наши зрители поняли кто такая Раджана Дугарова. Хорошо? Минуточку. Раджана Дугар де Понте, кандидат исторических наук, общественный деятель, одна из лидеров бурятского национального движения, член Лиги свободных наций, соосновательница правозащитного движения РХ, право. Активный деятель гражданского общества Бурятии, журналистка и колумнистка регионального проекта «Радио Свобода Сибирь. Реалии» 2015 года живет в США. Раджана, подскажите пожалуйста, вот сейчас идут очень много вопросов относительно независимости и вот насколько дает данный интернет, у Бурятия, тогда еще бурятская АССР, получила независимость 7 октября 1990 года. Но уже 15 апреля 2002 года в Улан-Удэ на заседании депутата Народного хурала Бурятии признали декларацию о государственном суверенитете республики, утратившей силу. Почему такие качели? Что произошло? Что происходит в Бурятии сейчас? Ну, в 90-м году действительно была создана республика Бурятия вместо бурятской АССР. И это действительно считается началом независимости. Но затем в 90-е годы мы помним, что происходило в России. Ельцин сначала сказал, берите суверенитета столько, сколько сможете забрать. Но в результате мы знаем, что случилось с Чечнёй и Татарстан. Жители Татарстана проголосовали за независимость, но затем лидер Татарстана взял назад, потому что все видели перед глазами пример потопленной в крови Чечни. Что касается Бурятии, то первый президент Бурятии Потапов, он просто, можно сказать, узурпировал власть, потому что он как бы перешел с должности секретаря обкома КПСС. Он как бы принял на себя обязанности президента. И таким образом он, можно сказать, аннулировал эту независимость. И мы не признаем, таким образом мы не признаем то, что произошло потом. И мы считаем, что Бурятия это независимое государство. Понятно. У нас сейчас очень много вопросов возникает относительно того, что Буряты являются одной из таких народностей или наций вашей Российской Федерации. И очень много говорится именно о боевом духе Бурятов. И сейчас мы хотим поставить видео, почему Буряты идут на войну. То есть вот почему такая... Извините, пожалуйста, тут у нас небольшая техническая... Давайте тогда мы продолжим. В общем-то в интернете выходит очень много информации о том, что воинственность Бурятов связана с тем, что они берут свое начало от хуннов или от гуннов. И вот то, что есть на ютубе, именно говорится о том, что готовится очень большая такая ретро-перспектива в истории, связана именно с этим хунским государством, этой народностью. Это действительно буряты ведут свою родословную от хуннов или еще раньше? Ну, в общем-то, хун – это наши общие предки, я думаю. Вот и с монголами, и с тюрками. И действительно, в начале, в конце первого века до нашей эры действительно стали... На наших землях жили гунны, и мы считаем их своими предками, конечно же. Вот. И что касается... В общем-то, этот нарратив о том, что вот мы предки, то есть потомки гуннов, он начал, в общем-то, он начал распространяться достаточно не так давно, потому что, мне кажется, благодаря деятельности одного активиста, который на месте кунского городища, это археологический памятник, он построил крепость гуннов, и он стал очень активно продвигать эту идею о том, что необходимо удревнить возраст Тулан-Удэ. То есть вот как в песне Цоя, да, то есть городу 2000 лет. И, в общем-то, люди это восприняли достаточно хорошо, особенно буряты, потому что, ну почему бы и нет, да, раз у нас вот городище недалеко от Тулан-Удэ было открыто гуннское, то, значит, Тулан-Удэ, можно сказать, самый древний город России, получается. Вот. И, ну, в общем, можно сказать, можно с юмором к этому относиться, но вот, в общем-то, это так вот пошло в народ. Вот. Но в основном, конечно, мы считаем, что мы монголы. Мы монгольский народ, северная Монголия, ара-монгол. И вот основная часть нашей идентичности, то, что мы, в общем-то, одно, единое с монгольским миром. Вот, кстати, если говорить о монголах, до, в общем-то, того, как Бурятия вошла в состав Российской Федерации, называли Бурят Монгольская Республика. А почему убрали приставку Монгольская? Ну, вот существуют различные версии того, почему Хрущев, это при Хрущеве случилось, отказался от этого названия Монголия, Бурят Монгольская Республика. Ну, одна из основных версий, это, в общем-то, страх бурятского сепаратизма, потому что, видимо, чтобы предотвратить присоединение Бурятии к Монголии, если, например, жители захотели бы этого. Вторая версия, она связана также с тем, что, когда Монголия стала членом организации объединенных наций, то решили, что не нужна эта путаница, почему должно быть, как бы, два таких образования с названием Монголия, и убрали Бурят Монгольскую Республику, то есть из названия Бурят Монголия, Монголия. И вот самая основная версия, в общем-то, она касается того, что нас на протяжении очень долгого времени пытались изолировать от Монголии, то есть вытравливались любые следы того, что мы являемся монгольским народом. в истории, которую преподавали в школах, говорилось о том, что мы сражались с Чингисханом, который завоевал все лесные племена на севере, и вот мы, как бы, стали, можно сказать, первой жертвой этого монгольского экспансионизма. Ну, что, в принципе, ну, как сказать, это абсолютно не так, то есть, да, действительно были, конечно же, сражения, но это все, как бы, сражения между различными монгольскими племенами, которые в то время происходили, которые происходили в то время, и мы никоим образом не были каким-то, как бы, чужим народом, который был завоеван. То есть различными путями создавалась эта империя, и, например, кто-то входил, можно сказать, в состав этого монгольского улуса, добровольно признав волю хана. Где-то происходили какие-то... Ну, например, восстание было у хори Туматов, да, это очень известная история, вот, когда, значит, 30 девушек должны были они отдать, значит, ставленьку монголов, то есть когда, значит, человек, который в свое время оказал очень большую услугу Тимуджину, он потребовал вот себе такую плату, и его отправили, значит, к хори Туматам, и хори Туматы стали вести, естественно, войну. Ну, это все... Вот эта вот наша идентичность, да, монгольская, она вытравлялась. То есть там доходило, например, до откровенной лжи, потому что в учебниках писали, что буряты были бесписьменным народом. У меня, значит, висит за мной свиток, да, это классическое монгольское письмо, которое в XIII веке еще было, использовалось. Вот, кстати, в интернете, да, тоже очень много информации о том, что у вас была письменность, причем письменность у вас была на нескольких языках, немножко попозже мы об этом поставим сюжет, когда пойдет именно про речь, про язык бурятский. Но, в общем-то, то, что у вас была письменность, об этом сейчас, слава богу, в интернете есть. Я надеюсь, что учебники уже тоже исправили. Но то, что вы говорите, происходило в Казахстане то же самое. То есть вытравливалась самобытная культура. А с приходом, особенно, реформах второй половины XIX века в Казахстане вообще вся земля была признана казенной. Я не знаю, происходило ли это в Бурятии, но вот у нас по реформам 1866-1868 годов вся земля была признана государственной, казенной. И уже ею распоряжались непосредственно царские чиновники. То есть и та конно-кочевая цивилизация, которая была, она со второй половины XIX века начинала уничтожаться. Но те сюжеты, которые есть, я вижу, что в Бурятии продолжается кочевое скотоводство, или у вас это тоже уничтожено? У нас это тоже уничтожено. То есть нас переводили также на, так сказать, оседлый образ жизни, да, или там, ну, в принципе, вот в западной части этнической Бурятии там всегда отгонное скотоводство существовало, да, то есть переезд с летника на зимник и обратно. Вот. А как бы на Востоке там был уже такой более, ну, классический тип кочевого хозяйства. Но вот у нас, в общем, да, как бы постепенно отбирали земли. И основной удар, конечно, это был Столыпинская реформа, когда тысячи и тысячи безземельных крестьян запада России, из Украины, в общем-то, также, даже из Польши, вот, есть, например, в Иркутской области, да, деревня Вершина, это польская деревня. То есть отовсюду безземельные крестьяне приезжали в Сибирь, и им давали якобы пустые земли. На самом деле эти земли принадлежали бурятам. И таким образом создавался вот, создавался такой перекос, да, то есть нас пытались растворить в этой массе, их расселяли, создавали через полосицу, потому что их расселяли вот между бурятскими русами. Вы теряете, звук пропадает. А, так, ну, то есть расселяли этих... Теряется звук, вы разрываетесь, и нашим зрителям не совсем понятно, что вы говорите, и я тоже не совсем понимаю, к сожалению. Уважаемые зрители, у нас прямой эфир, Раджана находится в Нью-Йорке, для нее это раннее утро, 7 утра. Спасибо большое, что она нашла время, выделила, вот, и, возможно, тут какие-то проблемы с интернетом. Попробуйте сказать что-нибудь, Раджана. Так, а сейчас слышно меня? Я вас слышу, Раджана. Да? Кошмар. Так, может быть... Хорошо, тут ребята... На телефон перейти? Друзья, у нас сейчас небольшая... Сейчас вот проверим наши техники, проверят связь и звук. Я забыла сказать, как всегда, пожалуйста, поставьте лайк нашему эфиру, нашему стриму. Я думаю, что то, что говорит Раджана, очень отвлекается в душе казахов, как кочевников, и то, что происходило то же самое и у нас, когда после реформ 1861 года в России, когда была проведена отмена крепостного права, огромное количество безземельных крестьян остались без земли, и их направили в Казахстан. Так у нас написано в нашей истории. Но то, что сейчас говорит Раджана, получается, это было не только в Казахстане, это было и на территорию Сибири, в том числе и Бурятии. Правильно? Да, да, сейчас слышно меня или нет? Раджана, вы слышите меня? Я слышу вас хорошо. Ну, к сожалению, прямые эфиры, они имеют такую особенность, что мы, к сожалению, не всегда можем отвечать за качество звука, потому что сейчас, видимо, что-то происходит в Нью-Йорке. Так. Раджана, вы слышите меня? Да, я слышу. Так, может быть, я сейчас перестану. Так, перейду. Спасибо. 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 Мы обязательно к этому эфиру выложим аккаунт Раджаны, для того, чтобы вы могли следить, потому что Раджана ведет очень большую работу по предоставлению независимости, вернее, по завоеванию независимости Бурятии, и действительно она ведет важную информационную войну, можно сказать, именно по созданию именно независимого государства Бурятия. Хотя с точки зрения законов Российской Федерации это является нарушением. С точки зрения законов, в общем-то, признанных всеми государствами, в том числе и по законодательству ООН, да, Раджана подключается, по законодательству ООН, получается страна, в которой притесняется язык, страна, в которой ведется этноцид, геноцид, лингвоцид, эта страна имеет полное право, народ имеет полное право подать необходимые документы для получения независимости. И вот мы как раз хотели обсудить вот эти вопросы с Раджаной, потому что то, что происходило, и я понимаю, что мы начинаем с 19 века, почти уже 200 лет прошло, но это важно, потому что именно с этого периода начинается процесс, когда народы теряют свою идентичность, свою историю, свои корни. И очень важно для того, чтобы на земле осталось как можно больше народности, потому что чем больше людей, тем богаче и обширнее наше, в общем-то, общество. Раджана, вы... Теперь слышно меня? Да, теперь слышно, замечательно. Да, я как раз говорила о реформах 1861 года, о том, что в результате отмены крепостного права в России огромное количество безземельных крестьян начало двигаться на восток. Начало у нас они, в общем-то, в Казахстане, как вы говорите, взяли земли, которые, как они говорили, безземельные, но никем не освоены. Но на самом деле это были земли родов, которые кочевали. И кочевники, естественно, не строили на тех местах, где были пастбище для табунов, не строили городов, а просто ставили юрты. Скажите, у вас тоже были юрты или у вас по-другому называется ваше жилище? У нас были юрты, да, они называются герр. Есть, например, на востоке были войлочные, как и у вас, а на западе Бурятии были такие деревянные восьнестенные юрты. То есть мы из бревен, из дерева, в общем-то, достаточно, это традиционное жилье. То есть были летники, были зимники, большие вот такие дома. То есть отличается, как скажем, ХКТ, отличается культура несколько в зависимости от региона. Потому что у нас, да, у нас ведь леса, у нас как бы зона леса-степи, и поэтому, в общем-то, занимались и охотой также. То есть охота, она составляла достаточно такую большую часть жизни, не только животноводства. Хорошо. Вот в связи с тем, что сейчас происходит в Украине, вернее, с 24 февраля 2022 года, очень большой был такой информационный запал именно про бурятов. И говорили именно, что буряты главные участники того, что происходит в Украине. И одно из самых страшных преступлений начала военной агрессии в Украине, это была буча, да, одна из страшных таких историй. И почему-то бучу связывают с бурятами. Вот мы подготовили сюжет на эту тему, и как раз хотели бы обсудить с вами. Пожалуйста, поставьте сюжет про бучу. Ребята, кто подумал, что все эти добровольные классы для изучения бурятского такое себе решение по спасению языка, я напомню, что еще в 70-х годах в Бурятии национальный язык и литературу в школах вообще не изучали. Ни в каких классах. Нигде. Инициатива массового перевода национальной бурятской школы на русский язык обучения принадлежала Андрею Мадагоеву, тогдашнему руководителю республики, первому секретарю обкома КПСС. Реформа закончилась в 1973 году. Это было время, когда русский язык был своего рода пропуском в лучшую жизнь. Это было время, когда Цирен предпочитал представляться Сергеем. Я прошу прощения, у нас что-то происходит непонятно. Наши ребята поставили сюжет про язык. Я уже говорила про империи, когда сателлиты делают все для того, чтобы уничтожить язык, культуру. И одно из страшных преступлений является лингвоцит. И вот сейчас наши техники поставили сюжет про язык, про то, что в Бурятии была создана такая ситуация, в результате которой... Кстати, в Казахстане было то же самое. Сначала мы писали на арабице, то есть у нас была казахская письменность на арабском и алфавите. Потом в 1918 году у нас сделали, перевели арабицу на латиницу, а в 1940 году перевели латиницу на кириллицу. В общем-то у вас примерно таким же был процесс, да? То есть и тем самым уничтожался исторический такой ракурс, исторические корни. И, допустим, историкам, тем, которые сейчас изучают историю, очень сложно прочитать то, что было написано до 1918 года, потому что там нужно изучать арабский язык и, соответственно, изучать арабицу, да, для того, чтобы понять. Вот, а если говорить до 1940 года, то нужно изучать латиницу. Скажите, что у вас происходит с языком в вашей стране? У нас происходит, как вы сказали, лингвоцит. И он действительно начинался, в общем-то, с достаточно долгий процесс. У нас тот же самый был перевод на латиницу, потом на кириллицу. И таким образом огромный пласт литературы, которая была создана на классическом монгольском письме, стала утеряна. То есть люди перестали, как бы, ну, как бы сказать, по-новому, значит, ввели эту кириллицу, которая абсолютно не отражает фонетические особенности языка. Потому что даже латиница гораздо лучше соответствует бурятскому, чем... Но на самом деле, вот, классическое монгольское письмо, на нём созданное очень много произведений, как буддийского толка, так и летописи, так и сказки, различные, вот, рассказы, вот. И все эти книги, они, в общем-то, стали закрытыми для людей. И сейчас возрождается интерес к классическому письму монгольскому. Вот было такое название «Старомонгольская письменность». На самом деле, это классическое монгольское письмо. Ну и, например, во внутренней Монголии, в Китае до сих пор, в общем-то... Им пользуются. ...это пользуется эта письменность, да. Но сейчас в Китае также идёт большое наступление на монгольский язык, его отменяют в школах. Вот, таким образом, они берут, можно сказать, нехороший пример с Россией. Как мы знаем, вот, действительно, в 70-е годы был полностью отменён язык в школе. Я вот как раз и являюсь представителем этого поколения, которое не изучало бурятский язык абсолютно. После этого, где-то в 90-е годы, конец 80-х, 90-е, перестройка, стали вводить уроки бурятского языка. Вот, и сейчас опять у нас в Бурятии это произошло ещё раньше, чем вообще в России. В 2014 году тоже инициатива, так сказать, активистов-родителей, которые... Ну, в общем, там было два таких человека, которые сказали, что они не хотят изучать... То есть, их дети не должны изучать бурятский язык. Вот, ну, и они начали такую кампанию против бурятского языка в школах. В общем, достаточно долго шла эта дискуссия. Вот, даже голосовали, например, в Курале, пришлось несколько раз голосовать, но потом всё-таки продавили эту отмену бурятского языка обязательно, обязательное изучение. Вот, а в России вообще это случилось, как мы знаем, в 2018 году. Были протесты везде. Вот, но никто не принял во внимание желание людей. Учителя родных языков потеряли работу. Ну, то есть, это было на самом деле... Вот, это акт лингвоцида. Ну, у нас в прямом эфире были представители Татарстана, Башкортостана. Они тоже говорили о том, что в связи с этими событиями именно 2018 года сейчас у них языки преподаются на уровне факультатива. Естественно, что это ведёт к тому, что вот нам представитель Татарстана говорил о том, что это привело к тому, что многие татары, урождённые, они себя теперь записывают не как татары, а как русские, да? То есть, и я думаю, что вот то, что вы сказали про Хурал, это, наверное, связано с тем, что плотность населения именно Бурятского, она намного ниже, да? И получается, что количество людей, которые считают себя русскими, они сумели продавить вот эти законы в Хурале. Это так? Ну да, конечно, вот когда была эта кампания, в общем-то, государство по растворению Бурят, она планомерно проходила. Ну, то есть сначала это, естественно, переселение, да, крестьян, это ещё как бы с царских времён, у нас каторга также, да, на наших землях была традиционная. Вот, потом индустриализация началась, да, тоже огромная масса переселения. Затем, вот, в 37-м году Сталин разделил Бурят-Монгольскую республику на пять частей. Таким образом, были образованы Усть-Ордынский бурятский округ и Агинский бурятский округ. И там несколько районов также были отторгнуты, в том числе Ольхонский район. Таким образом, бурят, как бы, вот, иркутских, да, их отделили, изолировали от Байкала. Ну, как бы, это было передано в Иркутскую область. И сейчас, действительно, буряты составляют в республике около 30% населения, в результате всех этих мер, которые были приняты Кремлём на протяжении истории. В Бурятии язык очень сильно разнится в зависимости от регионов. У нас тоже есть такая небольшая дилемма, но при этом мы можем понимать друг друга, а вот в интернете, вот, в одном из сюжетов было сказано о том, что именно препятствие изучения языка бурятского связано с тем, что идёт недопонимание даже между самими бурятами. Скажите, пожалуйста, вот эта вот разница внутри самого бурятского языка, она и привела к тому, что нет единой оппозиции бурятского народа, потому что вы являетесь одним из представителей, насколько я знаю, у вас несколько таких оппозиционных организаций, но при этом вы не объединяетесь. Почему? Ну, я бы не сказала, что вообще, что у нас настолько различаются друг от друга диалекты. Я знаю, откуда это идёт. Вот был сюжет в «Настоящем времени», да, программа «Настоящее время», и журналист, который приехал в Бурятию, он абсолютно не, как бы, не проанализировав информацию, которую он получает, он просто начал выдавать вот то, что ему говорил, кто там, возможно, да, и я помню этот сюжет, когда он говорил, что даже нет единого бурятского языка. Это абсолютно не так. Бурят, который хорошо говорит по-бурятски, будь там это какой-то диалект, например, хорий, хоринский, либо это, например, балагаты, да, или там эхириты, вот. Вот, если на буробузинском там диалекте говорит, то есть это абсолютно маленькие различия. И бурят, который хорошо говорит на своём языке, он прекрасно может понять даже монгола, не говоря уже о представителях из другого района. Это всё искусственно насаждается, и это тоже как-то насаждается сверху, и также какими-то, в общем-то, деятелями, которые действуют во вред бурятам, вот. Потому что на самом деле существует литературный бурятский язык, и словарный запас этого языка, он общебурятский. То есть, если мы возьмём ГСР, эпос бурятский, ГСР, да, то там вот можно сказать, что вообще это эпос западный бурятский, да, но вот весь словарный запас, он как бы включает в себя всё богатство бурятского языка. И можно сказать, там какие-то... То есть, это абсолютная ложь. Вот то, что вот журналист московский сказал про то, что вот нету единого бурятского языка, и что там буряты якобы не могут друг друга понять, это абсолютно не так. А что касается вот нескольких бурятских движений, да, то есть, ну, я думаю, что это... У любого народа есть разные организации, да, то есть, есть разные партии, так скажем. Есть разные партии, вот. И это не обязательно говорит о расколе. Это говорит о том, что каким-то людям комфортнее, например, заниматься определёнными вещами или ставить перед собой какие-то цели, которые для них являются важными. Кто-то занимается, например, борьбой с расизмом, да, там, как азиаты России, например, да. Вот. Кто-то там продвигает деколонизационную повестку, кто-то занимается, например, в общем-то, донесением информации об этой войне, донесением антивоенной повестки, кто-то говорит о независимости, вот. Но это не говорит о том, что кто-то продвигает, например, изучение языка, преподавание языка, то есть возрождение, можно сказать, бурятского языка. Вот просто разные аспекты деятельности, которые направлены на то, чтобы наш народ жил. А чем занимаетесь вы, каким вы занимаетесь направлением, развитием чего занимается направление, которое представляет Раджана Дугарова? У нас, наша организация сейчас называется Демократическое движение Бурят-Монгол-РХТН, то есть это, можно сказать, что мы выросли из РХ права, это правозащитное движение было организовано в 2005 году, когда мы боролись против ликвидации автономии наших округов. Ну и с тех пор мы, в общем-то, когда мы доносили нашу позицию до людей, мы были против ликвидации автономии, естественно, и благодаря нашим компаниям, нашей деятельности, уже никто не может сказать, что вот это поглощение округов произошло совершенно, ну, как сказать, добровольно, да, как обычно говорят, добровольное вхождение в Россию. Было как бы добровольное объединение с этими областями Иркутской и Читинской, да, как бы. Нет, сейчас никто этого не может сказать, потому что мы проводили деятельность, это были протесты, был, мы печатали литературу, которую распространяли там, нас изгоняли из этих округов, когда мы туда приезжали, но, тем не менее, мы встречались с людьми, вот, и зафиксировано огромное множество вот нарушений и так далее. То есть это все, как бы, все эти референдумы, которые проводились, это Филькина грамота. И сейчас мы, конечно же, работаем над планом восстановления независимости Бурят-Монголии. Вот в интернете опять прошла информация о том, что вы участвовали в форуме свободных народов Построссии. Расскажите, пожалуйста, что для вас дал этот форум и что вы ждете от его решения? Ну, мы, наше движение является членом Лиги Свободных Наций. Это организация, которая объединяет национальные движения и регионалистские движения, борющиеся за независимость своих наций и регионов. И что касается форума Свободных Государств Построссии, то это, ну, форум, да, то есть это место, куда собираются представители этих движений за независимость и доносят до всего мира свою позицию. И, ну, это, можно сказать, такая конференция, куда собираются деятели национальных и регионалистских движений. И это очень важно. Действительно, организаторы форума проводят очень важную работу в том, чтобы собирать нас вместе. Это очень важно. Не находиться в вакууме. Это очень важно. Находить изданимышленников. Во-первых, встречаться друг с другом, разговаривать, поддерживать друг друга. Также доносить нашу позицию до, так сказать, сильных мира сего, да, которые, например, до общественности тех стран, тех городов, где проводится форум, до экспертного сообщества, до дипломатов, до представителей парламентов этих стран. Вот. Это очень важно. И я думаю, что этот форум, он должен существовать, должен продолжать существовать. Мы должны продолжать встречаться, наши доклады, представлять миру. и я думаю, что я думаю, что вот есть такое различие, да, между есть форум свободной России и есть форум свободных государств пост России. Я думаю, очень важно, что был организован этот форум свободных государств пост России, потому что он дал голос регионам. Потому что на форуме свободной России обычно встречаются представители московской оппозиции, которые рассуждают о будущем всей страны, при этом не принимая во внимание мнение людей, которые живут в регионах. А форум свободных государств пост России, он как раз таки дает голос регионам. И он объединяет именно те движения, которые хотят, больше не хотят находиться под пятой Москвы. И как бы этого не хотели московские оппозиционеры? Это очень важный вопрос. И я понимаю, что вы, наверное, не сможете на него ответить, но тем не менее я все-таки его задам. Это вопрос, связанный с тем, что будет после войны. Все понимают, что война, она закончится. В любом случае, рано или поздно она закончится. А вот как быть с коллективной ответственностью? После того, как была разгромлена Германия и после Первой мировой войны, и после Второй мировой войны был очень большой процесс понимания преступного всего того, что сделали нацисты. И весь народ Германии нес за это ответственность. Когда сейчас Российская Федерация после войны начнет деколонизацию, в принципе, она сейчас начала, кто будет нести ответственность за то, что делали солдаты, в том числе и буряты, на территории Украины. Как это будет распределяться? В общем-то, ответственность, в том числе экономической репарации, все вот это. Я думаю, что вряд ли удастся кому-то избежать этой ответственности. Но опять же, нужно смотреть на то, кто объявил эту войну, кто начал это вторжение. Это не было так, что например, Республика Бурятия или Башкортостан решили вдруг напасть на Украину. Приказ отдал Путин, приказ отдала имперская власть. Это имперская война. И естественно, все государства, которые возникнут на обломках этой империи, мы являемся, да, действительно, мы являемся частью этой империи, но мы колонией этой империи. И в общем-то основная, я думаю, что основная доля ответственности, она все-таки на метрополии лежит. Но тем не менее колонии, да, они тоже не могут избежать этой ответственности, даже принимая во внимание то, что нас бросали туда и бросают в эту войну, в эту мясорубку, и там действительно есть солдаты из всех регионов России, из всех республик, вот, и их прежде всего бросают мясорубку, мы это знаем прекрасно, да, потому что на самые тяжелые участки обычно, я знаю, что обычно кидают именно там Бурят и других там Дагестанцы очень много потеряли, Тувинцы, вот, очень много потерь по сравнению с центральными регионами, вот, и естественно те люди в регионах, которые также ответственны за эту мобилизацию, за пропаганду, за вот это вот в общем-то вот за весь этот угар, который сейчас происходит в стране, естественно, они должны нести свою ответственность. То же самое, если будут те солдаты, которые там находятся, да, они комбатанты, но если окажется, что действительно есть из них, среди них есть военные преступники, конечно же, они также должны будут предстать перед судом и понести наказание, вот, и что касается там, например, вот тех людей в республиках, которые, на которых эта кровь также есть, которые там отчитывались о том, что у них мобилизация прошла лучше всех, и мы знаем, как проходила мобилизация в Бурятии, это был кошмар, то есть приезжали ночью в села бурятские, поднимали, можно сказать, с постели мужчин, сгоняли их куда-нибудь там в клуб, вот, и потом оттуда уже увозили в автобусах, вот, это было примерно, как люди вспоминали 37-й год, вот, это именно так происходило, и все люди, которые, вот, ответственны за это, они должны, естественно, быть наказаны, начиная с главы республики Алексея Цеденова, и заканчивая, вот, последними, ну, то есть, там, главами поселений, да, главами поселений, районов, вот, все артисты, которые там, значит, участвовали, есть, участвовали, да, в пропаганде, все журналисты, которые участвовали в этой пропаганде, они все должны быть наказаны, то есть, должна пройти такая вот иллюстрация, и, действительно, что касается вообще всей России, да, то, естественно, должна пройти именно денацификация России, вот, то есть, они эту цель поставили, денацифицировать Украину, хотя в денацификации нуждается Россия, сама Россия, и очень важный также, очень важный момент, это то, что не произошла десталинизация, то есть, она была, дело в том, что сейчас вот возрождается, да, этот культ личности Сталина, и это очень плохой симптом, и нужно с этим бороться, и нужно проводить десталинизацию, это так называемый, называемая сильная рука, да, то есть, вот нужна сильная жесткая рука, понятно, спасибо большое, что вы нашли время, я знаю, что у вас сейчас начнется рабочий день, поэтому, спасибо большое, что вы нашли время, скажите, пожалуйста, что вы хотели бы пожелать нашим зрителям, и, в общем-то, я думаю, что мы очень много вопросов не затронули, я хотела задать вопросы и про Шамана Габышева, и про то, что, ну, я понимаю, что вы ограничены во времени, давайте мы с вами сегодня закончим, и потом снова вернемся в эфир, что бы хотели бы пожелать нашим зрителям? Нет, а можно я сначала просто скажу про, вот, прозвучало там про Бучу, да, и про то, что это преступление навесили на бурят, я хотела бы вот как раз об этом немножко сказать перед пожеланием, дело в том, что это вот один из самых больших фейков этой войны, и он разгонялся агентами Кремля, мы знаем, что есть в Украине в том числе агенты Кремля, которые работают на Кремль, и когда они стали бросать эти фейки, да, с фотографиями солдат азиатской внешности, которые держали, например, флаг республики Саха, после того, как Буча была освобождена, и мир увидел последствия этой оккупации, да, эти преступления, которые там совершались, вот, стали по сети, по фейсбуку, вот, по разным другим источникам, стали ходить эти фейки с фотографиями этих солдат, которые делались за несколько лет до вторжения в Украину на Дальнем Востоке в 2020 году, например, с флагами Саха, вот, и там было написано, это, значит, виновники того, что происходило в Буче, и с тех пор, вот, буряты виноваты, да, это все буряты, и вот эта вот истерия, она с тех пор начинается и разгоняется, и при том, например, те же самые русские оппозиционеры, Невзоров, там, Майкл Наки, я не могу, я не могу у себя всех их очень много было, они все с радостью стали повторять, что да, это буряты, там, Невзоров говорил, бурятам, например, нет разницы, кого насиловать, и так далее, и вплоть до этой омбедсуумен Денисовой, которая обвинила бурят также в интервью, и потом ее уволили за всю ложь, которую она распространяла, и затем уже, естественно, велось расследование, параллельно велось расследование, в общем-то, и это расследование показало, что эти все преступления в Буче были совершены руками Росгвардии из Кемерово и псковскими десантниками из 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова. Как говорил Алексей Арестович в свое время, что на самом деле, да, то, что вы говорите, там, что буряты это были, на самом деле, это не так, это были крепкие славянские парни. и вот, мне кажется, это очень важно доносить до всего мира то, что мы являемся не только как бы таким жертвами империализма, да, и колонии, но и также жертвами дефамацией, и вот даже папа Франциск в ноябре 22-го года вдруг заявил, да, о том, что самыми оказываются жестокими в Украине являются не русские, да, а люди, которые не принадлежат к русской традиции, это чеченцы и буряты. Вот, и это я думаю, что Украине тоже нужно обратить внимание на это, потому что вот когда они дают голос вот таким вот агентам Кремля, это вредит в первую очередь Украине, потому что таким образом как бы разгоняется этот расизм и истинные виновники того же тех преступлений уходят от ответственности. Ну, вы знаете, тем не менее, допустим, вот 9 мая во время Парады Победы за Путиным сидел представитель из Бурятии Амгалан Батуев, то есть вот он тоже был участником, то есть мы с вами уже говорили о том, что буряты тоже участвовали, я сейчас не хочу говорить о том, что только буряты, там действительно кремлевская власть делает все, чтобы замарать в крови всех и для того, чтобы потом размазать вину на всех, для того, чтобы снять себе ответственность, но тем не менее, то есть подыгрывает таким настроением для того, чтобы тем самым продолжить вот эту информационную войну против вашего народа. Спасибо большое, что вы были с нами, что вы нашли время, я хочу пожелать вам успехов и, конечно, я хочу пожелать мира всем, в том числе в первую очередь Украине и мира народам нашей земли, в том числе и вам, уважаемая Раджана. Я хочу, чтобы все ваши планы и мечты сбылись и на нашей многострадальной земле наступил мир. Я уже повторяла, я повторю снова, что очень важно вместо стен строить мосты. Я хочу, чтобы на нашей земле было больше мостов, чтобы мы могли встречать друг друга, радоваться друг другу и делать все, чтобы наши страны процветали. Это прекрасные слова. Спасибо большое за приглашение. И я желаю всем зрителям вашего канала, жителям Казахстана, также мирного неба над головой. И я думаю, что когда Бурятия станет независимой, мы установим очень крепкие добрососедские отношения. и я надеюсь на наше сотрудничество. Поживем, увидим. Успехов всем нам. Спасибо большое, друзья, что были с нами. Напоминаю, что у нас была Раджана Дугарова, представитель Бурятии. И сейчас она из-за своей позиции живет в Нью-Йорке. И она нашла время для того, чтобы выйти на связь с нами и рассказать о своей позиции. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин